Итак, маммардика. Видео про маммардику. Многим это растение незнакомо, но я его очень люблю. У меня уже несколько лет подряд растет этот чудо-фрукт, или чудо-овощ, или чудо-ягода. Не знаю, как это назвать точнее в нашем регионе. По виду это растение напоминает огурец. В некоторых местах, например, в нашем Крыму, ее продают под названием горький огурец или индийский огурец. В Англии это растение называют китайской горькой дыней. Внутри созревшего плода, вот здесь у меня треснутый плод, специально я его покажу вам. Вот он так выглядит. Первый не стала трогать, мне нужны семечки, нужны семена. Я его не стала трогать, он сам треснул. Видите, вот такие семена, они уже слегка подсохшие. Сейчас я его сорву, чтобы они не растерялись, потому что как капельки крови, они, вот видите, спадают на листики. Первый я всегда оставляю на семена. И вот эти вот косточки, они вообще очень сочные, очень вкусные. Мне они напоминают то ли арбуз, то ли мякоть хурмы. И внутри косточка. Сам вот этот вот кожура, вот этого плода, она горьковатая. И ее используют для фаршировки. Я честно не использовала, но хочу попробовать. На наших дачных участках я не вижу часто это растение. И все, кто ко мне приходят, удивляются, когда видят его. Я живу в Молдове, и у нас она не совсем распространена. Но те, кто хорошо занимаются, вот красивая животинка какая-то, черепашечка называю, этого жучка. У нас не совсем знакомы с этим растением. Вообще это растение, чудо-растение, чудо-лиана растет в Китае. Уроженка Китая, Тайвань, Восточная Азия. Оттуда пришло это растение. Растение красивое. И на следующий год я, наверное, пущу его по... Где-то, где у меня цветы, где моя зона отдыха. Потому что растение, вот здесь только одно. Оно шикарно разрослось. Одно растение занимает... Вот смотрите, растет высоко. О, тут у нас неприглядное место. Тут недалеко козочка живет у нас. Но очень красивая лиана. У нее желтенькие цветочки на арбузные, похожи. К вечеру они закрываются, видите? Она оплетает вот такие усики имеет. Видите? И вот оплетает... Видите, какие пружиночки прямо. Цветет. Немножко пахнет. Такой медовый, приятный аромат. И вообще, это растение все... От корней до лепестков, до вот этих хвостиков... Она все лечебная. И имеет очень много целебных свойств. Тут у меня рядом базилик. Она очень хорошо чувствует себя с базиликом. У нас в аптеке есть много препаратов. Гомеопатических препаратов. И более сильных на основе маммордики. Эти препараты используются для иммунитета. Для псориаза, гриппа, простуды. И проводились многочисленные опыты. И показали, что это растение очень хорошо борется со стафилококками и стрептококками. И еще рекомендуют использовать это растение даже у ВИЧ инфицированных больных. Маммордика противопоказана беременным, потому что в древности ней даже делали аборты. При помощи нее заметили, что она абортивное средство. Поэтому беременным этот чудо-фрукт или овощ или ягода противопоказан. Очень хорошо сказывается на работе поджелудочной железы. Улучшает ее секреторную функцию, секреторную деятельность. Стимулирует выработку инсулина. У кого диабет. Очень полезная ягода при диабете. Хорошо снижает сахар крови. И люди, которые принимают ее, много есть рецептов. Я сейчас не буду говорить рецепты лечебные на основе маммордики. Используются все растения, не только ягодки, но и листья, и стебли, и корни. Хорошо снижают инсулин. На основе маммордики разработано много препаратов, которые хорошо влияют на уничтожение раковых клеток. Подавляют развитие раковых клеток. И насчет этого тоже производились исследования. И они доказали эффективность этого препарата. На Востоке маммордику начали использовать давно. Тут, если будет шумно, это мой рыжий кот лазит по шелковице, которая растет за маммордикой. Так что пусть не смущает вас этот звук. Он пришел ко мне. Значит, очень хорошо использовали ее на Востоке при гепатите и при раке печени. Хорошие результаты маммордика показала при инфекционных болезнях в тяжелых стадиях. Очень хорошо этот препарат влияет на иммунитет. Люди давно обратили внимание на целебные свойства этого растения. Но, конечно, больше на Востоке, оттуда, откуда она и родом. В азиатских странах ее... В первые страны, которые в народе... Народная медицина начала использовать при диабете, лейкемии и астме. Еще этим растениям хорошо лечат раны и хорошо избавляются от глистов. Замечено, что лечится диарея, малярия, чесотка, гепатит, корь. Это растение для этих целей используют в лечебных целях в Индии. А корень маммордики считается афродизиаком. Усиливает мужскую потенцию, эрекцию, мужскую силу дает. У женщин усиливает либидо. Желание возникает у женщин к мужчине. Состав я не буду перечислять, он очень богатый. Но назову, что самое большее в ней. Железо, цинка, калия, витамина В1, В3, витамина В9, витамина С, витамина А. Маммордика еще снижает уровень плохого холестерина. И снижает риск сосудистых, сердечно-сосудистых заболеваний. Значит, как у меня появилось это растение? Сначала случайно была, посадила. А в этом году решила сама стратифицировать вот эти вот семечки. Вот эти вот зернышки. Там внутри зернышко есть. Вот оно уже выглядывает, видите? Но, наверное, стратифицировала неправильно. И мои семечки не проросли. А ее нужно только как рассаду сажать. И мне любезно предоставила одна знакомая. Четыре росточка. Из этих четырех росточков у меня вырос только один. Но он вот занимает место. Я его посадила в старую бочку. Вот. И вот она одна. Смотрите, какую огромную площадь. Я не смогу даже достать. До неба, можно сказать. До неба она растет. Очень любит влагу. Земля обычная. Вот огромное-огромное растение. Я сейчас, наверное, открою вот этот фрукт. И покажу вам, какие там красивые... Сейчас, секундочку. Вкусные ягодки я его сегодня съем. Вот, смотрите. Я его разорвала. Сейчас покажу вам. Ммм, такой аромат приятненький. Смотрите, какие красивые здесь ягодки. Смотрите, вот они кушаются. Семена собираются, сушатся. И на следующий год я их посажу. Растет оно. Тяжело принимается. Честно, тяжело принимается. Но если начало расти, то обвивает все вокруг. Я советую вам посадить это растение на балконе. Где бы, где бы не пришлось. Вот, смотрите, сколько плодов здесь. Она прячется прямо. Смотрите, какой у меня будет урожай. С одного деревца. С одного кустика. Вот здесь, смотрите. Прячется, прячется везде. И вот доверху. А доверху, смотрите, ее ягодки, ее плодики растут. Очень вкусная. Мне очень нравится. Сейчас сорву, буду кушать. И хочу сказать, что препараты делают очень много препаратов. Вот еще спрятались две. Для иммунной системы, для иммунитета. Иммунитет будет вам благодарен за то, что вы будете использовать эти ягодки. А я считаю, что все наши болезни от нервной системы и от нашего слабого иммунитета. А если у нас нервная система, иммунитет, все в порядке, не будет ни онкологии, никаких других проблем в нашем организме. Постарайтесь посадить у себя это растение. И даже если кушать, вот один такой плодик съедать в день, а поспевает она вот в районе Крым, Украина, Молдова, это где ее наблюдало растение, как она росла. Это вот август, сентябрь месяц. Если каждый день вот такой плодик кушать, ваш иммунитет будет вам отдавать низкие поклоны и болеть вы не будете. Я, кушая вот эту мамордику, мне кажется, у меня лучше дело стало с моей аллергией. В прошлом году в это время у меня видео, которые выходили, и кашель у меня был, и насморк, и осевший голос осиплый. Я с трудом делала видео. А в этом году, вот смотрите, как я разговариваю, как я себя прекрасно чувствую, несмотря на то, что у нас опять в парке везде растет амброзия. Так что на следующий год у меня цель посадить штук 10 таких кустов, и чтобы вся семья кушала эти чудо-ягоды. На этой нотке я прощаюсь с вами. Сейчас сорву, уже начинает темнеть, сорву эти чудо-плодики и иду кушать эти чудесные ягоды. С вами была Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. Пишите ваши комментарии, понравилось ли вам видео, и знаете ли вы этот фрукт или ягоду, или плод Момордика.